Привет, меня зовут Сергей Ковальчук. Моя презентация сегодня будет на тему «Что же не так с .NET Core взяли?». Ну, начну немножко с истории. В 2016 году где-то Microsoft анонсировали SP.NET Core, в котором сказали, что первую штуку, которую они внедрят, ну или там одну из самых главных, это будет Depends Injection. Так его сказали. Depends Injection везде будет теперь. И все захопали в ладоши. Я тоже, в том числе, я тоже наконец-то обрадовался, что вот, вот это правильно. Наконец-то можно будет прямо из коробки получить DI контейнера и не подключать какие-то внешне сторонние липы. Как вкратце это выглядит в самом простом случае. У нас есть некоторый iServiceCollection, в котором мы регистрируем свои зависимости, и в нем же регистрируются зависимости SP.NET Core. Там можно подключать всякие липы через какие-нибудь add, название липы extension методы. Вроде все очень классно, все очень легко и просто. И они сказали, что в принципе вы можете заменить этот контейнер, расширить точнее функциональность каким-то своим Depends Injection контейнером, если вам нужны какие-то дополнительные фичи. Такие, скажем, как Property Injection, там Injection Based on Name, да, Child Container и какие-то кастомные лайфстайлы и тому подобное. Значит, такой хороший вопрос может возникнуть. А зачем нам нужно подключать какие-то сторонние липы, если у нас уже есть Depends Injection, встроенный в SP.NET Core? Ну, в принципе, я тоже думал, это один вопрос. Ну, во-первых, конечно, это самый минимальный набор функциональности Depends Injection контейнеров, которые предоставляет Microsoft. Соответственно, если вам нужны, ну, как уже было сказано, какие-то Property Injection, например, вам надо подключать сторонние контейнеры. Потом, SP.NET Core Depends Injection не позволит даже вам проверить целостность всех зависимостей, то есть проверить Depends Injection graph. И я думаю, не стоит на это надеяться в будущем. На это есть две серьезные причины. Первая это в том, что в текущей имплементации в S-Service Collection вы можете добавлять делегаты фабрики, то есть подсовывать лямбду, которая вам будет создавать какой-то объект нужный. Соответственно, внутри этой лямбды можно использовать сервис-локатор, и логика может быть, сколько угодно сложная и так далее. И вот представьте, если в этом DI-фреймборк, и вам надо проверить Depends Inject Graph, соответственно, когда у вас просто регистр, там, интерфейс класс, такие методы, это легко вычислить, какой интерфейс, каким классом имплеметиться, и построить граф дальше. Но если у вас подсовывается какая-то лямбда фабрика, чтобы понять, что там внутри происходит, ее надо как-то декомпилировать, причем в гранд тайме, и обойти это все, проанализировать, то есть практически нереально для имплементации. Я думаю, Microsoft не станет этим заморачиваться, потому что надо огромные ресурсы, чтобы такой механизм сделать. И вряд ли вообще кто-то за этим стоит, будет заморачиваться. Поэтому это основная причина, по которой они не смогут сделать полноценную проверку графозависимости. Да, можно какой-то урезанный функционал предоставить, но зачем нам эти полумигра? Вторая причина, в принципе, можно было бы это обойти, изменив интерфейс SRS Collection, отказавшись от этих инъекций лямбда фабрик, но, соответственно, это ломает backward compatibility, то есть обратную совместимость. Это, как мы знаем, один из любимых принципов Microsoft, который они поддерживают во многих своих продуктах, и я тоже сомневаюсь, что они на это придут. Так что, вот есть такая плохая новость, что если вам нужно какие-то очень сложные, большие проекты, и вам очень нужен этот verify-кодный метод у DI-контейнера, чтобы проверять ваш графозависимости, то вряд ли вы его найдете в DI от Microsoft. В некоторых других контейнерах в third party он же имплеменчен, ну, например, там Simple Injector он есть. И в больших проектах это действительно очень полезно, потому что если у вас там сотни каких-то зависимостей, то что-то потерять из виду бывает весьма легко. Как вы знаете, если вы забыли что-то зарегистрировать, какую-то зависимость, она всплывает в рантайме, а в худшем случае еще и не сразу в рантайме. Следующий пункт это то, что Dependency Injection, вся эта, скажем, тема, она довольно сложная. И я задумался, почему она такая сложная. Давайте обратим внимание на табличку из очень хорошей статьи. Сейчас я ее открою. Как вы видите, здесь там, не знаю, около 20-30 фрамворков Dependency Injection. Из них я только некоторые более-менее слышал. парочку использовал. И куча всяких фрамворков, которых даже никогда не пробовал. Тут даже есть Microsoft-овский тоже Dependency Injection фрамворк. Это статичка, очень хорошая статья. Сейчас откроется наш любимый Internet Explorer. в которой проводится бенчмарк всех этих контейнеров. Для контейнеров сравнение по производительности. что-то надо было добиться. Солен. Статья Дэниел Пальмер. Он некоторый нет-консультант из Германии. Возможно, многие уже его читали, смотрели. Ссылочка там есть в презентации. Он сделал очень хорошую колоссальную работу. Он собрал большое количество этих Dependency Injection фрамворков, популярных и, может быть, не очень популярных, и сравнил их по производительности. И составил такую главную табличку. Статья относительно свежая. Это где-то последний был в 2018 году. В марте. Но тоже есть ссылочка на GitHub. И на GitHub она активно поддерживается. То есть если мы посмотрим, как она... Тут большой список контрибьюторов. Это в основном создатели диафреймворков. Интересно. Надо было в храме открывать. Sorry. Давайте так посмотрим. Как видите, здесь апдейт из-за 2019 год есть. Более свежие эти бенчфорт тесты. Оттуда контрибьютит куча народу. Если вас интересует EMFDI, тоже советую познакомиться, если вы еще не знаете, вот с этой статейчкой посчитать. Очень удобно при выборе нужного диаконтейнера. Возвращаясь к презентации, я, собственно, задумался, почему же их так много. Тут, наверное, не знаю, 25 до 30 фреймворков перечислено. Если мы возьмем какой-нибудь RainMapping, там, по-моему, гораздо меньше фреймворков. Entity Framework, InhibberNate, Dapper, MicroArmy, еще несколько, наверное, LinkedIn SQL, то есть, как бы, гораздо меньше фреймворков, а здесь их большое количество. Ну, наверное, кроме того, что так исторически сложилось, наверное, все-таки так сложилось из-за того, что Depends Injection сами по себе, ну, сама по себе это довольно сложная тема. Принцип Depends Injection как бы простой, а вот имплементация Depends Injection оказалась очень сложной, потому что есть много самых различных сценариев, в зависимости от того, что у вас за приложения, какие там бизнес-кейсы и так далее и тому подобное. И, вот, как мы видим, развитие индустрии весьма такой бурный. Много различных фреймворков, все они различаются по скорости, наборам фиш, философии и так далее. Вот. И наверняка не во всех сценариях можно делаться просто там выбрать самый минимальный DI-контейнер, как это призывает Microsoft. У меня такие размышления. Да, вот здесь в этой табличке перечислены некоторые фиши, не все, правда. Да, в Microsoft Esky DI-контейнер он быстрый относительно других, да. То есть, если вот мы посмотрим по циферкам, он весьма быстрый, особенно с истарминским с кем-нибудь мэфом. Но есть быстрые фреймворки, вот Абилок вообще какой-то супер-быстрый, чемпион в некоторой категории, да. И альтернатив его много. Опять же, у вас, вы можете столкнуться с какими-то дополнительными требованиями на наш проект. Еще забыл здесь написать один пункт, вот сейчас говорю про него, в презентации я вообще дополню, это то, что вы можете столкнуться с необходимостью мигрировать какой-то уже существующий solution на EspyNet в выборке на EspyNet Core. И допустим, в этом большом каком-то вашем проекте, у которого несколько лет уже может быть заюзан какой-нибудь Ortofuck или Inject или SimpleMect или еще какой-нибудь контейнер. А мигрирует на EspyNet Core.Di вы можете столкнуться с тем, что банальный EspyNet Core.Di не позволит вам этого сделать, потому что нет каких-нибудь фич, которые активно используются на том проекте. Поэтому есть все-таки ситуации, когда нам действительно нужно подключать сторонние DIA контейнеры. Макрософты говорят, что это в принципе сделать легко. Даже пример приводится с Ortofuck типа берете в конфигуру сервисов на сервис коллекшн ваш добавлять какие-то сервисы, которые там необходимы, какие-то фреймворки либо неважно. Потом пример с Ortofuck создаете контейнер Builder, регистрируете доходные модули, делаете популейт этого сервиса контроля. То есть это кажется кроссвариант называется, когда передаете этому контейнеру Ortofuck контейнер в зависимости от ISPENET и потом возвращаете Atofuck SRS Provider который имплементит этот ISRS Provider вроде бы все просто как вы понимаете есть нюансы сейчас мы их разберем вот статья примерно в те же датах а даже два дня после этого анонса статья от создателя Афтафака пример который мы только что видели и в которой они говорят немножко пафосно звучит что вырезка из середины статьи наконец-то мы были повержены конформен контейнером который заинтродюсили в ISPENET коре дальше в статье описывается подробно проблема с которой мы столкнулись если вкратце то там несоответствие они не поддерживают такое правило что в каком порядке регистрируются в зависимости в таком они отдаются Microsoft такое требует афтафак такое не может сделать там можете посчитать подробно ссылки тоже все ссылки будут в конце презентации собственно что такое конформен контейнер тут я немножко остановлюсь на своей истории как я вообще задумал презентацию делать дело было так что в прошлом году у него был такой шанс немножко поэкспериментировать с SPNAT корр приложением попробовать в него внедрить символ инъектор совместить мы делали Proof of Concept для микросервиса такой вот идеальный микросервис в нашей небольшой но сильной и мощной команде и там можно было каждому предложить свой вариант Proof of Concept ребята пошли там стандартный подъем Visual Studio все полагали или там кто как видел я рисую немножко отойти в сторону поэкспериментировать свяжу Studio Code сделать например solution и заодно и внедрить Simple Injector я его уже использовал на предыдущих проектах мне нравится почему бы не попробовать где-то после трех ударов граблей по голове я понял что что-то не так и начал копать на эту тему в интернете наткнулся на статью Стивен Бандорсен если я правильно произношу его фамилию это создатель символ инъектора статья звучит примерно как и тема доклада что же не так с спинеткор диабстракцией статья интересная советую ознакомиться он там подробно расписывает с какими проблемами столкнулись с Simple Injector создателем этого диаконтейнера в этой же статье ссылочка на статью от Марка Симона многие его наверное знают потому что он автор книги Dependency Injection и In.net In.net фреймворк точнее книга популярная весьма такой бестселлер Музыка и Круга и это уже статья в которой Марк Симон еще в 2014 году то есть за 2 года до анонса In.net.cora 1 он описал такой антипаттерн conformant контейнер там привел кучу причин почему он считает его антипаттерном эти 2 автора кстати они в этом году выпускают книгу Dependency Injection Principles Practices and Patterns если Марк Симон выпустил Dependency Injection in.net фреймворк то они теперь в оба в савстерстве выпускают я так понимаю более решительно тем на травах немножко рекламы не знаю но меня за это не платили что же такое conformant контейнер Марк Симон ну если вкратце вот как я это понял формула простая вот мы берем какой-то сервис локатор минимальный сервис локатор интерфейс который предоставляет фреймворк приложению которое на нем основано добавляем сюда адаптеры к суртпате либо типа там адаптеры переходники к автофаку там к Simple Injector и так далее и получаем conformant контейнер что же какие недостатки этого conformant контейнера почему он антипаттерн Марк Симон там привел много причин этот выписал некоторые самые важные на мой взгляд и те что встречались в статье Стивена Ван Дорсена значит первое это conformant контейнер он скажем как-то pulls из-за дирекшн то есть заставляет двигаться в сторону минимального общего знаменателя об этом мы еще поговорим немножко ниже также он стопорит инновации в диаре индустрии назовем на так об этом тоже мы еще поговорим чуть ниже он подталкивает новичков используя сервис локатора антиопатра я не очень сначала понял этот аргумент но потом порывшись в исходниках Microsoft спинадкора кажется понимаю о чем он говорит также ниже расскажу дальше это делает более сложным избегать диаконтейнер ну этот аргумент мне кажется спорным немножко потому что я слабо себе представляю как кто-то может меня заставить использовать диаконтейнер если я в любом месте могу сделать new class то есть честно говоря я этот аргумент не очень понял если кто-то читал статьи и понимает о чем его локон говорится тоже было бы интересно разобрать потом это introduced от зависимости ну тут скорее имеется ввиду что если вы подключаете какие-нибудь просто отвертпати либо в свое приложение например там флюинт валютаторы автомаперы и так далее там подобное антициферобурки и проще проще у вас там куча этих подключено они конечно будут зависеть от этого Microsoft Extension спонда вот вот этого ди контейнера и соответственно там может быть от зависимости потому что там одни либо требуют одну версию ди контейнера другие другую а соответственно контейнер у вас в аппликейшне тут только один и последняя ну скажем последний в этом списке на непоследнем статье Марка Симона но там больше аргументов это то что адаптеры поддерживаются разными контрибьюторами и соответственно адаптеры могут быть разного качества во-первых это как бы недостаток потому что некоторые адаптеры могут не успевать за эволюцией самого Microsoft оттасководя ну конформе контейнера давайте в общем случае и соответственно там выпустили новую версию конформе контейнера какие-то контрибьюторы успели выпустить свои адаптеры какие-то там не знаю где-то отдыхали на канарах и не успели там обновить соответственно разные фреймворки будут по-разному его поддерживать логично да естественно если есть какие-то адаптеры второй момент который я вроде статьи у него не видел но логически в принципе вытекает из этого что качество имплементации этого адаптера тоже косвенно влияет на выбор точнее не косвенно напрямую влияет на выбор диаконтейнера представьте разработчик или вам пришел крупный проект и вы видите что вам очень удобно использовать какой-нибудь нинжет все к нему привыкли и все говорят что это круто или у вас по бизнес-нисам он идеально подходит но нинжет предположим плохая имплементация этого адаптера переходника к микросоттерскому точнее к этому конформент контейнеру то есть он просто плохо поддерживает спт-танкор и что вам приходится смотреть в сторону какого-то другого контейнера который у вас уже вам уже меньше подходит но у него есть хорошо сделанный адаптер ну как бы так сказать не очень хорошо с точки зрения дизайна, архитектуры и так далее согласитесь оно вас ограничивает мешает вам выбрать подходящее решение так и теперь давайте поговорим немножко про первые пункты то есть что такое наименьший общий знаменатель и почему он тормозит инновации я думаю лучше всего представить это с позиции такого замечательного принципа как принцип постановки барбер рисков который как вы помните гласит ну там про типы гласит но абстракциям это тоже правильно то есть если какая-то абстракция имплементит то есть наследует скажем так другую абстракцию то она не должна обломать поведение этой базовой абстракции а теперь давайте взглянем с точки зрения вот вашего приложения и аспенет корр соответственно базовая абстракция здесь будет как раз асс провайдер то есть conformant контейнер будет тут как бы базовая абстракция да все остальные либо с этой точки зрения они как бы имплементация его правильно то есть у нас есть интерфейс асс провайдер а либо его как бы должна имплементить что получается что эти цирпати либо она не должна ломать его поведение но поведение этого конформа контейнера оно минималистическое правильно то есть вот это что называется движение в сторону наименьшего общего знаменателя то есть наименьшее поведение оно причем которое декларируется этим конформом контейнером который требуется оно считается вот правильным да и как мы видели лип очень много и всех у них уже сложившаяся своя история свои философия и свои нюансы поведения да и вот им сложно как бы даже вот этот вот минимальный интерфейс зачастую бывает сложно заимплементить и у лип возникают различные проблемы это с одной стороны а с другой стороны оно тормозит инновации в том плане что если идеаль все-таки мне кажется еще развивающаяся индустрия то есть наверняка там могут изобрести еще какие-то новые подходы какие-то новые практики паттерны и так далее и тому подобное соответственно с ними надо как-то экспериментировать и придумать решение все-таки open source это такая весьма мощное движение и свободное движение да и никто вас не заставляет ходить строем вы можете экспериментировать пытаться творить и так далее но если у нас есть какая-то абстракция которой все должны следовать как сервис провалит то вам будет это будет восховывать в попытках поэкспериментировать с новыми практиками технологии и так далее соответственно это то что я понимаю под словами наркосименом что конформен контейнер сдерживает инновации действительно вот есть комментарии от стивена ван торсона в одном из дискуссий о том что разные контейнеры столкнулись с разными проблемами при попытках сделать свои переходники к астана городе частности это все засчитывать не буду давайте например юнити форс мультипл регистрация сло сэмс то есть юнити требует от его пользователей чтобы множественная регистрация сервисов то есть коллекция были именованы да потом многие контейнеры тоже важно не позволяют регистрировать структуру макросотовский идея контейнер как не ограничен в этом то есть можете класс а можете структуру подсумать и вот кто-нибудь напишет приложение в котором подсумит структуру зарегистрирует а потом что потом макросотов интерфейс будет менять ну такое вряд ли вряд ли не будет менять интерфейс вот ну и так далее то есть здесь ну и ссылочка на комментарии можете ознакомиться тоже перечислены различные проблемы в различных известных контейнерах которые часто встречаются это как пример того что можно сказать что вот этот iService Provider то есть conforming контейнер выступает таким бутылочным горлышком для индустрии в целом из-за того что он требует определенное поведение причем определенное минимальное поведение плюс из вашего аппликейшена вы если вы чисто используете эту прослойку conforming контейнер то он дает какой-то минимальный функционал внутри вы не можете использовать какие-то дополнительные фичи от серпатии контейнеров вам надо обращаться напрямую ограничиться от этого абстракции ну как видим это по-моему не очень правильный дизайн вообще как бы сводить уже существующее решение причем самое разношерстное которое не очень подходит для того чтобы для них создать какую-то базовую абстракцию и дело для них все равно вводить какую-то базовую абстракцию ну Microsoft попробовали как бы оно выглядит вроде бы хорошо да мы сводим это есть минимальный набор функционал на практике оказалось что это не очень хорошо так идем дальше есть еще такой интересный момент с спнт корр вы можете заинъекти сервис локатор то есть этот iService Provider и получить через него естественно доступ ко всему регистрации которым он дает здесь в примере ну это можно еще упростить да айлогер кестер сервер прям в конструктор контроль впихнуть и писать в блоге сервера всякую фирму причем это вырезка из примера который я сгенерировал так то есть датнет корр там new спнт приложение по шаблону а потом просто написал этот код в конструкторе то есть это то что вам доступно прямо сейчас если вы сгенерите можете поэкспериментировать я надеюсь мне надо объяснять почему сервис который это плохо если что там у Марка Семена тоже есть статья почему это плохо спойлер в двух словах потому что он размывает контракт класса и делает его неочевидным также он нарушает инкапсуляцию в своем роде плюс там еще дополнительные security еще появляются дыры безопасности даже могут быть и так далее вот и что еще интересно теперь я понял что Марк Семен говорил то что конформен контейнер двигает новичков в сторону использования сервис локатора антиопаттерна ну пуш да двигает если мы заглянем в код ispanet core самого ну это где-то не знаю там двухнедельной свежести мастер здесь есть куча iservice провайдеров использования как мы видим например на строке 75 видим прямое использование сервис провайдера внутри где-то там еще куча местных сервис провайдер просто передается вниз по цепочке то есть представьте ситуацию на проекте приходит junior мастер сервис сервис локата вы подходите там видите не надо сервис локата это плохо почему плохо вот смотрите microsoft использует я у них куча я считал кто-то испанет кора вот они используют почему это плохо и доказать и потом почему это плохо такой забавный нюанс дальше следует тоже я там вроде не видел в статьях про conformant контейнер но может быть у Стивена Ландорсена есть наследует быть осторожным с сортпати либо имеется ввиду например автомапперы флюент валидаторы и так далее и так далее те которые либо которые предоставляют свою поддержку ди контейнер поддержку ди да на макросфор таска недостаток представить у вас есть какой-то сервис какой-то либо вы подключаете там и он представляет свой метод это название либо вы можете вызвать его на сервис с точкой это лип и он сам сделает регистрацию удобно очень удобно круто ну как сказать тут есть некоторые недостатки такого подхода во-первых это такой серый ящик потому что оно прячет от вас регистрации и соответственно оно прячет от вас интеграционные issues то есть всякие возможные проблемы с интеграцией это либо с другими либами которые вы используете в приложении или с самим аспенедкором то есть если у вас возникнет какая-то ситуация что вроде сделали все по примеру а потом что-то отвалилось в частности у нас на том проекте был пример когда на стендапе коллега говорит что вроде как из примера взял слагер взял там флюент валидейшн там есть типа связка слагер с флюент валидейшн но не работает а почему не работает вы так не скажете надо копать код то есть вам все равно придется залезть в эту либу посмотреть сарсы либо зайти где-то в интернете поискать стаковой флоу там еще какие-то статьи то есть все равно придется с этим разбираться ну как я не гарантирую вам придется с этим разбираться естественно но вероятность такая возрастает с количеством либ которые вы подключаете ассет и также с количеством апдейтов этих либ которые вы делаете то есть каждый раз когда вы делаете какую-то либу вам надо проверить что она правильно зарегистрирована это как бы естественно да но тем не менее когда вы делаете ручную регистрацию соответственно вы знаете как вы все это регистрируете и все хорошо и еще момент по этому пункту что вроде как это удобно когда вы одним методом регистрируете либо то есть вам не надо разбираться как ее надо регистрировать но с другой стороны когда вы подключаете какую-то библиотеку вам очень желательно разобраться как она устроена и как она работает все равно придется с ней работать да то есть все равно там могут возникнуть какие-то баги поэтому желательно конечно разбираться как она там внутри организована хоть на каком-то обстан более-менее архитектурном уровне потому что вот эти вот методы экстеншн методы типа подключить либо который мы видим на простынице документации да оно выглядит круто но на практике уже не раз с этим сталкивался все равно с этим будут какие-то проблемки потом естественно это вендер лог на красот скандиа если вам надо поменять серпат идея там подключить другой символ инъектор примером тоже то соответственно вам надо этот метод убирать и писать все равно делать ручки это менее гибко чем ручная регистрация по понятным причинам в случае ручной регистрации вы можете наставить какой-то свой сценарий подтюнить от чего-то отказаться что-то наоборот добавить какие-то регистрации сделать свою какую-то логику регистрации а если вы используете экстеншн метод вы ограничены тем что он делает причем вы не всегда знаете даже что он делает конечно вы не можете контролировать этот процесс регистрации и вам как бы никто не даст гарантию стопроцентную что в какой-то момент вы там после апдейта этой библиотеки что-нибудь не что-нибудь не отважится в другом месте потому что внутри регистрация метода вашей библиотечки которую вы используете она может проводить еще какие-то дополнительные регистрации эти регистрации могут конфликтовать с какими-то другими либами например или с вашим приложением соответственно можем иметь скрытые проблемы которых вы даже не узнаете ну естественно она может использовать сервис локатор внутри себя как вы видели асервис провайдер можно заюзать плюсы этого подхода то есть регистрация липчерис экстеншн который они предоставляют это удобно для прототипщиков на коленках там себе собрал приложение быстренько его показал очень быстро не надо еще его ручками подключать показал кому надо удалил там и написал по-хорошему в идеальном случае в практике же не знаю что часто прототипы прямо берутся из основов вот ну и то хорошо если оно сразу все заработает если вы уже не раз сделали эти прототипы да и отработали эту технологию когда вы подключаете новую либо все равно есть шанс конечно что даже такой прототипщик у вас сразу же не взлетит и придется с чем-то разбираться и давайте рассмотрим пример Fluent Validator многие наверно знают эту библиотечку да для того чтобы удобно было делать валидаторы для модели и так далее ну вот как они предлагают его вроде как очень легко подключить в S-Panet Core кстати вот интересный момент если вы думаете что вы подключаете его в свое приложение да то вы немножко ошибаетесь на самом деле используя этот метод вы подключаете его в S-Panet Core приложение фреймворк в сам фреймворк там маленький комментарий это 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 такой наш метод который там еще выходят и соответственно там вроде такого метода еще не было в S-Panet Core вот то есть получается что вы расширяете свой фреймворк да точнее вы расширяете S-Panet Core фреймворк но не свое приложение это маленький нюанс но очень важно который мы потом дальше еще посмотрим когда будут даны рекомендации ну и соответственно вот у меня даже есть интеграция или не у него а слагер генератор из интеграции с S-Panet Core да еще точно не помню вот этот пример у меня немножко по-своему сделан да вот там у ребят он был немножко по-своему делали ну вот мы пытались соединить файлитатор с S-Panet Core с S-Panet Core и оно там сразу не получилось то есть пришлось разбираться а теперь давайте посмотрим на код внутри ну вот это гистерс сервис это метод который используется внутри adfluent validation так то есть adfluent validation там делать какие-то степы и одним из этих степов есть register services очень по-моему такой хороший пример тех недостатков которые я упоминал как мы видим здесь сложная логика нетривиальная есть какие-то кондиционы на строке 79 есть какой-то у нас кондицион там от конфиг зависимости от конфиг на строке 83 вообще прекрасно тут даже трехстрочный комментарий не вставили почему им нужен этот аж типик контекст аксессор соответственно здесь они свой подсовывают представьте что если допустим сначала adfluent валидатор добавляете регистрируйте а за ним регистрируйте какую-то другое либу который тоже подсовывает только свой аж контекст аксессор и там какая-нибудь своя логика или какие-то свои нюансы поведения которые могут ломать работу флюент валидатора тут же вот вам пример о том как сервис локатор применяется внутри регистрации либо с это iService Provider чтобы вы понимали то есть что происходит внутри регистрации метод который регистрирует либо пока в код не залезете вы толком не узнаете можно конечно документацию посчитать но знаем что все фреймворки разные фреймворки либо все они разные пишутся разными людьми и состояние документации у разных лет тоже бывает разно соответственно как вы видите разобраться что здесь происходит не так уж просто может быть вам вообще не нужны некоторые штуки может быть вам это зависимости от мвс конфига там нафиг не надо но там где-то в другом месте есть по-моему не в этом методе а более верно там есть какие-то привозки к мвс конфигу а вот она кажется конфиг а это френд валидатор конфиг вот то есть пример того с чем вы можете столкнуться регистрируя сторонние либо через их экстеншн методы еще какие есть рекомендации тоже стивен ландорсен и марк симон у них есть некоторые статьи которые вам помогут сделать скажем так правильно во-первых это статья working around the sp core di abstraction от стивена ландорсена но это касается только к имплементе тут на примере simple некотор но в принципе я думаю это применимо не только к simple некотор но и к другим френдворкам также есть две полезные статьи от марка симона диафрендли фреймворк диафрендли лабрари значит начнем со статьи марка симона диафрендли фреймворк у меня там статья большая подробно расписывает свои доводы в конце есть summary в котором основное приложение мне кажется вот это лучший способ поддерживать dependency инъекшн в каком быть фреймворке это предоставляет этим abstract factory то есть когда фреймворк предоставляет некоторые абстрактные фабрики с каким-то методом релиз для каждого типа который может расширяться то есть по надкору у них есть accessibility point вы можете подсунуть свой контроллер активатор соответственно он уже диафрендли на самом деле и вот последний абзац и вот и все нам не нужны никакие дополнительных conforming контейнер потому что conforming контейнер как он уже показал это скорее антипаттерн чем паттерн то есть в принципе того что было на это висплее на фреймворке раньше это это в принципе уже достаточно чтобы быть диафрендли в нем есть экстенция beauty point вы можете переписать свой контроллер активатор и активировать через него свои зависимости диафрендли либре вообще еще проще если она сделана по солиду она уже диафрендли никаких дополнительных диа саппортов не надо как мы видели во флюнт валидаторе ну конечно тут вы можете быть немножко не согласны с этим потому что это дополнительное телодвижение требует от разработчиков да но с другой стороны в принципе как мы видели такая достаточно сложная тема если вам приходит клиент допустим архитектор тех лид или кто хочет не важно говорит что я хочу чтобы на проекте просто у меня звучал такой довод интересно что мы хотим чтобы на проекте можно было взять любого там джина с улицы и чтобы он сел и сразу начал писать код я утрирую конечно по другому звучит чтобы любого джина можно было посадить и чтобы он писал код и для него аспенедкор аспенедкоровский диаф это просто да что там разобраться раздавай разобраться а вот если подключать какие-то third party либо я тогда simple некоторые юзал да он там сложный в адванс сценариях особенно и разбираться в этом действительно сложно то есть джунер в этом не разберется ну что я могу сказать на такой аргумент это действительно тема сложная и как бы вам не надо каждый день делать какие-то сложные диаф движения как правило на проекте когда идет сетап из диаф в самом начале то это таска которым желательно поручить там сеньора то есть людям которые хорошо в этой теме мешают или могут хорошо в этом разобраться когда он уже засетаплен и когда есть какие-то установленные там правила или практики по тому как использовать диаф то написать кратенькую документацию на конференсе и показать один раз подключать типичные зависимости типичные для вашего кейса это по-моему легко то есть любой джун может прочитать на конференсе типа как подключить как зайти в композицион рут вашего приложения и добавить одну строчку например то это вообще легко а какие-то инфраструктурные вещи ну да они всегда сложные особенно в инициализации сетап интеграции с другими сервисами это действительно бывает сложный сценарий они очень редкие вначале все заинтегрировали и дальше она работает потом подключили новую либу заинтегрировали ее она работает вы не будете каждый день эти либы перебирать в принципе сложная задача компенсируется тем что они довольно редкие с точки точки зрения на среднестатистическом скажем жизненного цикла приложения разработки приложения вот рекомендации от Стивона Иван Дорсона как подключать сертипатии контейнера на самом деле Microsoft предложил свой способ но как мы видели с ними свои проблемы и там тоже много букв в этой статье можете прочитать подробно если кто хочет досконально разобраться в теме ну вот у него кратенькое summary в двух словах это звучит так полностью изолируйте DI фреймворка от DI вашего приложения который принес на этом фреймворке вот и примерно нарисовал такую схемку как это должно выглядеть если я все правильно понял вы регистрируете свой контроллер активатор в SP net core этот контроллер активатора уже юзает ваш контейнер все зависимости которые связаны с приложением в том числе важный поинт про флеймвордатор то с чем я тоже столкнулся я сделал как Симон Бандурсон по статье а потом столкнулся с тем что флеймвордатор отвалился почему он отвалился потому что он регистрировался не здесь а вот здесь а использовался приложением вот это вот важный момент то есть тот спутка ну в флейм валидатор документация тоже написано что вы можете расширить SP net core framework вот таким вот образом тем экстрешным методом и это важно понимать что тем экстрешным методом расширять возможность этого фреймворка то есть если вы не используете сорт пати контейнер то есть используете чисто стандартный спинаментов ди то вам тот метод подходил подходит полностью но когда есть какая-то необходимость союза в сорт пати контейнер вы можете столкнуться с такой проблемой то есть по-хорошему тут валидатор надо подсоединять через вот этот контейнер и да там тоже есть способы как легко это сделать то есть причем советов сможет создать валидатор там есть один issue про simple вектор жаль я его в статью кстати не включил недавно видел он говорит вы в любом в любой момент можете регистрируй там клиент валидатор факторе кажется ручка или там есть класс хэпер который позволяет крутись по всем ассамблаем и найти эти нужные валидаторы и зарегистрировать их через свой контейнер вот вот и все то есть полностью разделяем диай-контейнер спинаторский от диай-контейнера того который будет применен в приложении а ну через свой какой-то контроль-активатор ну там у симпломектора есть в статье там примеров списан у них есть свой вот этот integration пакетч который именно к спинеткору не к спинеткору диай вот integration пакетч как раз это делает то есть подоставляет свой контроллер вот тут перечень список полезных также есть ссылки на некоторые интересные полезные комментарии в различных гитах и дискуссиях в репозиториях пенсии инъекшена там символ инъектора и так далее а также ссылки на статьи и на блокпосты собственно на этом вроде бы все спасибо за внимание если есть какие-то вопросы задавайте